Бабушки падают, дети падают, в больницу попадают. Когда делали, для того, чтобы вода текла. Сейчас вода никуда не течет. Болото. Неприятный запах, полчища насекомых и мусорная свалка. Вот во что превратилась сточная канава. Теперь арык, никогда действительно выполнявший свое назначение, больше похож на болото. Когда-то дождевая вода отсюда попадала в элег, а теперь негодуют жители. Она никуда не уходит из-за того, что канава забилась. Вода простаивает и начинает испускать зловоние. Как помойная яма. Каждый кидает, что ходит. Земля сюда собирается, становится как болото. И, короче, когда стекает сюда вода, то она никуда не уходит, а собирается только здесь и все. По словам жителей, мусор здесь все-таки убирают. И во время одной из таких уборок транспорт повредил ограждение. Кто теперь его будет восстанавливать, неизвестно. Как-то тут убирали мусор, техника сломала заборы. Теперь боимся упасть туда. Это ведь опасно для жизни наших детей. Подрезали тут деревья и выкинули их. Опять за собой не убрали. Переживания родителей за своих детей вполне объяснимы. Ведь здесь неподалеку находится школа и детский сад. А вот по соседству злополучной канавы находится детская площадка. Родители местных малышей сетуют. За борту, что поставили с трех сторон, это, конечно, хорошо. А вот с одной стороны крутой обрыв. Ископление мусора и грязи, конечно, никто не отменял. Как оказалось, водосток ремонтируется. Согласно проекту, здесь полностью заменят плиты, ограждения и забетонируют дно. Подрядчиком является компания Нурбер 2006. И это их техника вызвала негодование жителей. Как объясняют представители предприятия, ограду они не повредили, а временно сняли. Работы начались две недели назад по строительству, ремонту и чистке водоотводного канала от Абул-Хайрхана до Исид-Батыра. Там было снято ограждение существующее, для того, чтобы обеспечить доступ технике, чтобы она могла заехать и произвести все работы. По завершению мы это ограждение восстановим, поставим на место, также покрасим. Подрядчики успокаивают людей. Ограждение Арыка появится, как только завершится ремонт.